МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В апартамент образования Самары проводит опрос на тему дополнительного обучения детей. С его помощью можно выявить и усовершенствовать наиболее востребованные учебные направления. Анкетирование предназначено для родителей. В опросе важно рассказать о том, что привлекает ребенка в выбранных кружках, а также какие факторы являются главными при выборе секции. Для участия необходимо авторизоваться через портал госуслуги. 20 апреля стартуют садово-дачные перевозки. Расписание маршрутов не претерпело существенных изменений, но добавился новый маршрут номер 157А, который следует от автостанции «Аврора» до массива «Черновские дачи». Соответственно, увеличилось и число автобусов, обслуживающих дачные маршруты. Теперь это не 52, а 54 автобуса. Стоимость проезда осталась на прежнем уровне. Телефон горячей линии по вопросам работы общественного транспорта 207-70-11, информирует телеграм-канал городского департамента транспорта. Что делать, если потеряли карту жителя Самарской области, рассказывает телеграм-канал Октябрьского района. Обратитесь в банк для закрытия карты жителя в связи с утерей. После этого можете подать новую заявку на портале карты жителя в офисе банка или в ближайшем МФЦ. Проверить, заблокирована ли карта, можно в личном кабинете на портале или в мобильном приложении карты жителя. Если утерянная карта была с льготным транспортным приложением и вы успели ее пополнить на 270 рублей, но не использовали все 90 поездок, то после получения новой карты обратитесь к оператору проекта для переноса средств.